Здравствуйте! Продолжаем рассматривать сеть в Kubernetes. Это четвертое видео из данного цикла. В первом видео мы посмотрели с вами теорию, во втором мы поставили кластер и посмотрели, что происходит с сетью до установки драйвера сети. В прошлом видео мы установили замечательного кота Calico. Мы поставили драйвер сети Calico и в принципе на данный момент в кластере сеть у нас работает, все хорошо, все замечательно, можно больше в принципе ничего не делать. Но я хочу рассказать вам еще про одну часть, если мы говорим про драйвера сети. Это так называемые модули IPAM, IP address management. И вот собственно говоря IP address management с точки зрения Calico, как им управлять, как с этим работать. Calico в своей работе используют так называемые IP пулы. И при помощи Calico CTL мы можем эти IP пулы посмотреть, которые используются. Вот сейчас по умолчанию у нас есть всего лишь один IP пул, который соответствует тому CIDR, который мы использовали при установке нашего кластера. Значит это 122, 168, 180, дробь 24. Значит с точки зрения Calico сейчас используется IP IP mode cross subnet, но это прошлое видео мы как раз с вами правильно настраивали сеть, чтобы она более-менее красиво работала. И NAT true это означает, что все пакеты выходящие за пределы этой сети наружу в интернет куда-нибудь туда, они происходят через NAT преобразование, грубо говоря маскарадинг делается. Да, условно говоря, неправильно говорю. Ну так, для облегчения маскарадинг. Вот это что касается IP пула и то, что у нас сейчас по умолчанию. Но мы можем этим не ограничиться, мы можем более тонко работать с IP пулами, с IP адресами и сетями. Предположим, что у вас кластер, допустим, находится не в одной подсети, потому что для одной подсети этого IP пула хватит выше крыши, а предположим, что у вас кластер, ну скажем так, распределен географически или распределен по стойкам, либо еще чего-то. И вам хотелось бы, допустим, в одной стойке иметь один набор IP адресов внутри кластера для подов, а в другой стойке, например, иметь другой набор IP адресов для кластеров этого пода. Ну вот смотрите, предположим, вернемся к нашей схеме, которую мы часто используем. Предположим, что вот эти два сервера находятся в одной стойке, а вот этот сервер находится в другой стойке. И я хочу, чтобы здесь использовались IP адреса из одной подсети, а здесь использовались IP адреса из другой подсети. Вот такая задачка, что нам для этого нужно, что нам потребуется, чтобы ее решить. Итак, последовательность действий при задаче. Первое, что мы должны будем сделать, мы должны будем ноды кластера пометить при помощи соответствующих меток. То бишь все ноды, находящиеся, допустим, в одном рейке будут иметь там условно говоря рэк 1, находящиеся в другом рэке условно говоря там рэк 2 лейбл, то есть стандартная метка на ноду. Потом мы должны будем создать два новых IP-пула, причем не просто их создать, а указать, что вот этот IP-пул используется с такими-то лейблами, а тот IP-пул используется с другими лейблами. Затем мы должны будем пул, который вот этот default, мы должны будем перевести в состояние disabled. Значит, мы обратим внимание, мы его не будем выключать, потому что если мы его выключим, у нас просто пропадут тупо все сети, которые с ним связаны. Мы его переводим в состояние disabled, в состоянии disabled сеть работает, но если в системе появляется новый код, ему не присваивается IP-адрес из этого пула, то бишь нельзя присвоить IP-адреса из disabled пула. Следующий шаг мы удаляем, ну вернее перезапускаем, но перезапуск кода, это грубо говоря его удаление и запустить по-новому, по-другому не получится. Перезапускаем все коды старые, которые были до этого в работе в системе. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы при создании присвоились IP-адреса из новых пулов, и вот только после этого мы удаляем пул IPv4, который у нас там по умолчанию будет в системе. То есть, вот такие пять шагов мы сейчас с вами сделаем для того, чтобы, собственно говоря, применить все наши действия, наши пожелания. И смотрите, в принципе, я сейчас просто тупо отсюда скопирую для того, чтобы не писать это все вручную, оно неудобно. Значит, что мы с вами сделали? Мы присвоили label на ноды. Вот эта нода 161, 162 получает label location равно data center 1, а нода 163 получает label location равно data center 2. Ну, давайте посмотрим, getNodes-show labels. Обратите внимание, что мы здесь показываем label. Ну, вот она, нода 163, у нее location data center 2, а у двух остальных нод это location data center 1 и location data center 1 у 162 ноды тоже. Теперь нам придется создать два пула. я создаю файлик, в который помещаю вот такую информацию. Естественно, писать это по одной строчке я не буду. Это есть у меня на сайте, это в гитхабе есть этот файлик. Ну, вернее, вот это описание. Давайте пройдемся, посмотрим, что мы здесь делаем. Значит, мы определяем здесь два IP-пула. Вот две секции. Значит, первый IP-пул получает имя data center 1, второй IP-пул получает имя data center 2. Здесь мы говорим, что SIDR будет у первого пула 200 дробь 24, у второго пула будет 201 дробь 24. Значит, хочу обратить ваше внимание, что здесь нельзя указывать IP-адрес уже существующих пулов. У вас будет, как бы, конфликт, и у вас не применится это дело. Поэтому мы здесь всегда указываем, как бы, свободные сетки, да, которые уже не используются в нашей системе. Ну, IP-мод cross-subnet вам уже знаком и понятен, для чего он нам нужен, да. И вот самое главное. Ноды selector location равно data center. То есть при помощи параметра ноды selector мы указываем ноды, вернее, фоды из каких нод будут прикручиваться к этому IP-пулу. Соответственно, мы говорим, что если у ноды label location равно data center 1, тогда будет 200-я сеточка, да. Если label location равно data center 2, тогда будет 201-я сетка. Ну, соответственно, мы это сделаем сейчас. Calico CTL apply. Фу, почему там data center, чего-то там, где-то я ошибся. Да, я забыл параметр "-f", нам же файлик нужен. Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось. Итак, у нас сейчас находится в системе 3 IP-пула. Вот они. Прекрасно вам видны. Data center 1, data center 2. Следующий шаг. Мы должны с вами default IP-пул перевести в состояние disabled. Соответственно, у нас файлик вот этот pool.yaml... А, ну да, он остался от прошлого видео. Давайте по-честному будем делать. Дальше нас интересует вот этот IP-пул. Он нас интересует в ямле. И мы должны его вот сюда загнать. Ну и соответственно, удаляем лишнее. То, что служебная информация, которая у нас есть. Вот такая. И добавляем сюда строчку disabled true. Disabled true. Дальше применяем. Ну и смотрим, что у нас получилось. Мы default IP-пула 4.pул перевели в состояние disabled. Дизabled. Обратите внимание, кстати, селекторами вы видите all. То есть подключаться на все, что можно. На все, что можно. Теперь нам нужно будет удалить поды. Ну, я Nginx просто удалю. Он нам даром не нужен. Как бы работал себе и работал долг с ним. Мы его потом запустим, если нам потребуется. А вот namespace Cube System Он важен для нас так. System Он для нас важен, поэтому мы здесь подробнее остановимся. Значит, у нас есть сетка 100. Давайте сделаем вот так, чтобы глаза не разбегались. У нас здесь есть три пода, которые висят в сетке 180. И это нас не устраивает. Мы как раз переходим на другие подсети. И, соответственно, мы эти поды должны перезапустить. Самым простым вариантом их можно, конечно, прибить. Но это не есть хорошо. Это не есть хорошо. Поскольку все-таки они у нас идут через деплойменты, мы можем с вами сделать Cube System Rollout Restart для деплоймента Core DNS и для деплоймента CalicaCubeController. Вот таким вот образом. Мы их рестартанем. Ну и сейчас снова посмотрим, есть ли у нас какие-либо поды в сети 180. Какие-то еще есть. Видите, он Terminated Core DNS. Скоро он умрет. Все. Значит, мы видим, что у нас ни одного пода в сети 180 нет. Но у нас могут... Мы сетку какую делали? 200 и 201. Ну и теперь посмотрим наши новые сети. Итак, обратите, пожалуйста, внимание, что у нас на 162 ноде запустился Core DNS и получил 200 IP, как мы и хотели. Ну а поды, которые запускаются на ноде 163, получают как раз IP-шники из 201 сети. Соответственно, то, что мы хотели, то мы и получили. Значит, мы можем с вами обратиться к модулю IPAM и попросить его показать, как у нас сейчас использованы наши подсети. Очень удобная штука. Сколько использовано, сколько свободно. Как видите, сетка 180 у нас не используется вообще. То есть мы добились этого результата. А 200 и 201 работают. Ну, соответственно, поскольку у нас уже 180 свободно, хотя она свободна, но если я гляну сейчас на таблицу маршрутизации, да, вот допустим, пода, то 180 сеть здесь присутствует, маршруты присутствуют, все присутствует. Почему? Потому что IP-пул есть. А если есть IP-пул, то, ну вот, оно и работает. Значит, чтобы у нас все окончательно пропало, мы должны будем с вами удалить calico.ctl, delete, IP-пул. Как он там у нас назывался? Где мы тут это все писали? Вот этот default IP-пул. Вот, мы его удалили. Значит, IPAM-show показывает, что у нас этого пула нет. Ну, и ROAD-N показывает, что у нас 180 сети, ну, в кластере уже больше нет. Итого, мы с вами перевели наш кластер на другую, на другие подсети. Мы сделали так, что эти подсети в зависимости от лейблов на нодах привязывались к соответствующим нодам. Вот. И можно сделать вывод, что вот ту подсеть, которую мы ставили при установке кластера, она гвоздями не прибита к кластеру. Мы можем ее в любой момент поменять. Кстати, если вы не хотите разбивать на подсети, да, а просто хотите заменить, заменить свою подсеть внутри кластера, ну, допустим, ситуация простая. Работали-работали, подключилась какая-то сетка, там бац, точно такая же сеть, и вам как бы конфликты не нужны. Как заменить сеть кластера на новую? Точно так же. Вы делаете новый IP-пул, но без селектора. То есть, не указывается. Select All. Делаете новый IP-пул, старый IP-пул, делаете DZ, перезапускаете все поды, чтобы они привязались к IP-пулу, старый IP-пул удаляете, и, у, все, все хорошо. Разумеется, очень много вещей осталось за пределами этого и предыдущего видео, потому что калика достаточно мощная вещь. И если говорить, допустим, раздел IP-менеджмент, да, IP-адрес-менеджмент в калика, то тут можно увидеть много всякого интересного. Ну, например, мы можем назначить IP-адрес на конкретный под. То есть, это делается очень просто, это делается при помощи аннотейшена. То есть, мы делаем простой аннотейшен, и говорим, какой IP-адрес у этого под должен быть. Вот, честно признаюсь, я не понимаю, нафига это надо. Мы как раз вот стараемся сделать так, что мы кинули что-то в кубер, и оно там как-то автоматом все распределилось, и нам по барабану. Но вот такая, допустим, возможность есть. Ну, и много всяких других интересных вещей здесь присутствуют. К сожалению, некоторые я не смогу вам показать, потому что у меня ресурсов не хватит, некоторые, потому что я много чего не знаю. Ну, и последнее замечание, которое хотелось бы, скажем так, озвучить. Вот это калика, установка, которую мы делали, само калика рекомендуют делать на кластерах до 50 нот. То есть, то, что мы делали предыдущим в этом видео, это в принципе до 50 нот кластер. Если кластер больше, то там возникают некоторые дополнительные вещи. Ну, для того, чтобы вы поняли, о чем идет речь, так я приблизительно вам нарисую проблему, какая может быть. Значит, смотрите, дело в том, что калика используют в своей работе протокол BGP, и каждая нода, она должна общаться с каждой нодой кластера, для того, чтобы, если вдруг какие-то изменения здесь происходят, и она передалась вот сюда. Соответственно, таблицы мышлизации поменялись и так далее. То есть, вот эта нода кластера должна общаться с этой и с этой. Эта нода кластера должна общаться с этой и вот с этой. Эта нода кластера должна общаться с этой. Если, предположим, вот эта тоже нода кластера, то мы вот эту ноду кластера должны будем добавить сюда, эту вот сюда, эту вот сюда. В общем, получается, вот такая вот паутина, ну, скажем, между кластерами, это нехорошо. Поэтому, при больших, скажем так, инсталляциях, рекомендуется выделять какие-то ноды кластера, которые будут отвечать за маршрутизацию и выносить вот эти соединения вот туда. А уже они между собой там соединяются. Получается вот такая вот картинка, что, конечно, оптимально решает какие-то проблемы, связанные с нагрузкой по сети, вот в случае там изменений. Ну и кроме всего прочего, поскольку это все работает в BGP, есть очень большой раздел документации калика, посвященный настройкам BGP как таковых. Так, вот у нас тут конфигуратор BGP пилинг, отдельная история. Да, вы можете грубо говоря, сделать это свой кластер как автономную систему, под внутри автономной системы и да, вот подключиться ко всему остальному миру и работать. Но опять же, это очень много информации и я в наших видео про это рассказывать не буду. Если у вас такие вещи, возникают такие потребности, обращайтесь в документации калика. Я очень хочу обратить внимание, что очень хорошая документация у калика. Просто вот замечательно документированный проект. То есть в этой документации вы найдете все, практически все, что вам нужно для работы. так, ну что ж, на с калика мы, наверное, закончили. На сегодня все. До свидания.